Аве Цезарь Мартуре Тесалютам! Этим древнеримским приветствием, пожалуй, можно было бы предварить ежегодное обращение Хабирова к Госсобранию Республики Башкортостан. Идущие на смерть приветствуют тебя. Почти часовая речь Хабирова, по сути, почему-то превратилась из подведения итогов 2023 года в подведение итогов пятилетнего правления. Хабиров, ничтоже сумняшися, перечислил все немногочисленные достижения региона, начиная с 2018 года. Многое, конечно, перепутал, кое-где откровенно врал, ну и совершенно отчетливо мучился на трибуне. Чего не скажешь о сидящих в зале. Операторы Госсобрания, безусловно, талантливо то и дело выхватывали чрезвычайно государственное лицо Камиля Бузыкаева. Задумчивое и такое очень значимое выражение лица англосакса Монсона. Но чаще всего показывали почему-то Шамиля Валеева, на лице которого запечатлелось выражение, без сомнения предшествующее бурному оргазму. Хабирова уносила все дальше и дальше от реальности, по мере того, как на глазах депутатов выступали слезы умиления. Не зная, что дворец борьбы достроен только к концу 2025 года, Хабиров пообещал открыть его к 450-летию Уфы. То есть, на полтора года раньше. В течение нескольких дней, это была цитата, пообещал окончательно решить все проблемы обманутых дольщиков. Вот буквально в течение нескольких дней. Заявил, что республика Башкортостан поставила некий рекорд по ремонту и строительству дорог. Пообещал возродить уфимский трамвай, башкирское птицеводство и строительство частных домов по новой программе «Башкирский домик». Говоря о выборах президента, Хабиров заявил, что вот они-то, наконец-то, исплотят разобщенное башкортостанское общество. В конце выступления Хабиров и вовсе поклялся, что строго следит за тем, чтобы никто, никто в его окружении не занялся байством или, упаси бог, кумовством. Подытожил выступление Хабиров и вовсе величественно, цитирую, «Вместе мы строим лучший мир». В первых рядах неистово зааплодировали, в задних зарыдали. Шамиль Валеев блаженно зажмурился.